Итак, снова всем привет, с вами Техномакс, это у нас очередная VR-игрушка, которая называется Витчинг Тауэр, ведьминская башня. Меня некоторое время не было, потому что у нас у перебоя с электроэнергией свет отключают довольно надолго, и я просто не успевал уже записывать ничего. Так что уж извините, пару-тройку дней видосов не было. Так вот, эту игру мне рекомендовала подписчица по имени Ольга, спасибо, эта игра действительно как-то прошла мимо, я просто в стиме не обратил на нее внимания, а в принципе по графику она ничего. Это, если что, фэнтези игра, приключения, шутер, то есть головоломки, здесь все в кучу. Что-то наподобие Wizards Dark Times, которая была вот недавно буквально. Давайте продолжим, это опции, если что. Тут есть ворона, меч, свечи, скелет читающей книги, устал решил передохнуть, это какое-то междумирье. Так, и тут у нас соберите коллекцию, чтобы улучшить меч. Я хрена узнаю, что это за коллекция, но меч как-то выглядит не очень большим и не очень симпатичным. Ну ладно. Кстати, да, в игре есть русский язык, русские субтитры, поэтому я все буду читать. Профиль я уже создал. Вот он, название такое. Давайте начнем новую игру, в принципе, настройки все сделаны. Анна, помоги нам. Анна, отпусти нас. Анна, ты отмечена смертью. Ты имеешь власть над нами. Здравствуй, Анна. Ты видишь меня во сне. Мы с тобой похожи больше, чем ты думаешь. Ты отмечена знаком с рождения, но всегда скрывалась, боялась своей силы. Но я была готова отдать что угодно, лишь бы получить ее. И я преуспела. Ты могла бы исправить, а то он ты склонна на вершине башни, в моих руках. И все, что тебе суждено, быть моим подопытным кроликом. Твоей силой может владеть лишь достойный. Вот это нифига себе прихода. Здравствуй, Анна. Эти оковы не позволят тебе использовать силу знака. До встречи в лаборатории. Клянусь, я найду истоки твоей силы и вырву их из тебя. Подавишься. Привет, Анна. Пожалуйста, вытащи меня отсюда. Я слишком много болтал. Теперь я пленник, как и ты. Как это работает? Ты как? Ага. Удерживайте сенсорную панель. Ну, короче, да. Тут перемещение есть только телепортом. Я уже проверил. И тут нельзя ходить, короче, самому. Это плохо. Хотелось бы все-таки ходить самому. Так, давайте осмотримся. Пожалуйста, ты не пожалеешь. Болтушка-черепушка. Ух ты, какая модневая перчатка классная. Такая готическая прям. А-а-а. У нее там на руке татуха, короче. И ее видно через стекло в перчатке. Еще есть какой-то подсветкой, блин. Вот это очень модная перчатка. Моднее я еще не видел. Так. Ну-ка, иди сюда. Пожалуйста, ты не пожалеешь. Я знаю, что есть, что есть, чтобы знать о этом стекло. Я могу быть твоим духовным проводником, Каламбург. О, блин. Не пугай так. Ты че, блин? Да королева не тронула твои глаза, не так ли? Ты все еще можешь использовать некрозрение? Ни хрена себе, блин. Так. А оно, получается, ограниченное время, что ли, действует? Интересно, его можно... Если зажать кнопку, он дольше будет? Нет. Оно ограниченное время действует. Прикольный рисуночек такой. Да, блин, включись, я еще не дочитал. А, ну да, даже рука показывает. Палец, типа, смотри сюда, слепошара. И тут вот какой-то квадрат выделяется. Все стрелки сюда ведут. Ага. Кирпич. И зачем мне кирпич? Если это отверстие в стене, то я туда не пролезу. Ты пролезешь, а я нет. А, тайник. Бомба? Тебе везет. Посмотри, в этой стене есть слабое место, идеально для бомбы. Я нашел кое-что, спорю, это именно то, что нужно. Дай сюда. Молодец, блин. Смотри-ка, красавчик. Так, а вот теперь надо как-нибудь отойти. Хорошо, держись. Все, что тебе осталось, это держаться, Анна. Дальше будет только опасней. Твоё здоровье ограничено. Если ты сделаешь перерыв и отдохнёшь, оно восстановится. Я рад. Размахивайте, чтобы нанести удар врагу или препятствию. Ух ты. Не, графония в игре, да, хороший прям вообще. Прям нормальный. Так, иди сюда, факел. Мне проще правую руку бить всё-таки. Ага. Опа. Да, сдохнется, блин. Хорошего, Даранна. Лучше не потеряй этот факел. Впереди достаточно врагов. О, смотри, их можно сжечь. Кого? Врагов? Я знаю, что не сжечь. Можно сжечь, не сжечь. Боится огня, по преданиям. Или ты про корни? Ух ты. Он про корни. Ну, да. Высота весьма немаленькая. Классный факел на пояс вешается. Ну, тут понятно. Я слышал, что ты обладаешь особой способностью. Контроль нежити. Редкий дар. Я тоже служил королеве, но при жизни я был азартным игроком. У меня есть слабость. Люблю делать ставку на улсайдера. Нам нужно найти способ снять с тебя кандал и использовать твою силу. Кстати, в этой игре субтитры сделаны правильно. То есть, как ты не поворачиваешься, табличка с субтитрами всегда перед лицом. Так и нужно делать всегда субтитры в VR-играх. Потому что есть такие игры, когда... Бляха-муха. Когда просто вот нужно не двигаться, иначе ты не увидишь субтитров, они уедут куда-нибудь, если повернутся. Понятно, это гнилые камни. Очень гнилые. Обломаем, чтобы следующие путешественники не убились нафиг, цепляясь не за те камни. Так, факел. Блин, так хочется ходить, а она только телепортируется. Кто-то он гавкает. Фу, плохая собачка. У тебя лапы уже сгнили, блин, как ты ходишь. Остальное нежить в башне тоже не будет рада тебя видеть. Так же, как и от бедняга. Ну, этот бедняга сел в тюрьму, но потом сбежал из нее, растворившись. Гений, блин. Еще факел, кстати. Ну-ка. Хм, да. Его можно взять. Э, скотина. Мужки летучие. Хм, это же портреты королевской семьи Немейн. Серпент достойная была фамилия, пока одна заносчивая самоучка ведьма не пришла к власти. Хе-хе-хе. Заносчивая самоучка. Хорошо он это слово обыграл, прям нормально. Че здесь? А, ну-ка. В бочках бывает чего-нибудь, или они просто танят? Ну, тут мужик какой-то спал на мешках, пока его собака не растащила. Вот какая-то карточка или че это? Я встречал немало таких карт в округе. Похоже, чью-то коллекцию разметало ветром. Почему бы тебе не собрать собственную? Такая картинка прям. Вам видно, надеюсь, да? О! Класс! Волшебство, ёлки! А, ну да, один факел есть, второй не вешается на пояс. Хорошо. Идем дальше, надеюсь. Вам нормально, понятно, как я ориентируюсь в пространстве? Доблесть, величие и честность. Ну, глядя на герб, где змея с черепом и с короной, я вот как-то в честность и доблесть шибко не верю. Не понял. А, это некрозрение же. Там выход, что ли? О, знак вопроса. Это что, подсказка? Так, ну-ка назад. Похоже, что здесь мне нужно нажать кнопки на правом камне. Подсказка о том, какие именно где-то рядом. Ну-ка, король Артур Мудрый, король Ремлан Завоеватель. Ну да, такой с доспехами, все дела. Король Джеймс Великий. Ну, я не знаю, в чем его величие, может быть, он ростом под 3 метра. Потолок бошкой подпирать. Король Густер Нистовый. Ну да. Только с поля боя, явно. Королева Сильмит Честная. Какие-то глаза у нее не очень честные. Король Фомот Храбрый. Он не испугался, фотографировался на фоне герба. Король Джарфол Доблестный. Доблестно так, скипетром. Так, то есть, а это кто у нас? Королева Элевен Серпент. А, так она в Звездных Войнах снималась. Это королева этого, Амидала или как она там была? Лея, Водолея, блин. Доблесть, величие, честность. Так, а где тут доблесть у нас была? Ну-ка, подожди. Доблесть. Ага, кнопка. Доблесть, понял. Теперь надо величие, потом честность. Листовый. Так, величие. Ага, и... Честная Королева Сильмит. Открылась. Ну, это было несложно. Ладно, сейчас разберемся. Эй, взгляни, нужно проверить, не осталось ли тут чего-нибудь полезного. Чего-нибудь полезного? Я, блин, летучая мышь, пошла отсюда. Ну, и нападаю как-то ниоткуда, их не замечаешь, они небольшие. Так, ну, есть два факела, можно двумя факелами сразу кому-нибудь похарено стучать. Но, блин, это неудобно второй факел тащить. Пусть полежит пока. Блин. Кучка. Чё-то написано. Заключённый Анна Холланд. Особо строгий режим. Ноябрь 20-е 1466 года. Серпент. А, так меня эта самоучка засадила в камеру, блин. Это про нас, Анна Холланд. Особо строгий режим. Чё-то какой-то он не сильно строгий, я бы сказал. Так легко сбежать удалось. Сумка стражника. Ну, как бы, дальше тут текст слишком мелкий. А вот она. Прикольно такая сумка на этом, короче, на запястье. Это ваша сумка, вы можете хранить в ней нужные предметы. А, прикольно. Ну-ка. Ой, нифига система, она ещё и привязана, типа, к браслету. Ну, тут я вижу перчатка-лассо. Может пригодиться, чтобы разрушить что-нибудь. Можно даже удавку сделать, но это разве что для себя. Кругом сплошная нежить, которая и так бездыханная. Ну-ка. Удерживайте вверх сенсорную панель, определите цель, пустите сенсорную панель, чтобы атаковать. Вот я смотрю, и мне это напоминает шутер-сингулярность. Тоже на руке всякая байда светящаяся была, которой нужно было пользоваться. А-а-а. Привязка. А, понял. Хе-хе. У вас недостаточно крепкий череп, уважаемый. Там ещё что-то зелёное. А, ну, короче, к зелёным этим соплям всяким справиться. А, рычаг. Понятно. Поднимаем мост. Типа магия. Там что-то стоит собака. Гав-гав, иди сюда. У-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Собачка. Вот и всё. Фига себе там руки, блин. А это, это... Самоучка, да? Так, чё ты хочешь? Похоже, что остатки королевского арсенала в наших руках. Метафорических руках в моём случае, но ты поняла, о чём я. Но чтобы добраться до них, нужно разогнуть эти прутья. Какие прутья? Вот эти? Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-э. Я бы её взял и попробовал, как дельтаплан запустить нафиг с башней. Полегче! Да ладно, не очкуй. Кстати. Это так странно. Вот и мой хороший, тю-тю-тю-тю. Надеюсь, это было случайно. Да нет, это было специально. Надо же посмотреть, с кем нелёгкая свела, блин. В магической башне. Хотя, с нему подсказки хорошие. Это голубятня, дом для почтовых голубей. Слуги королевы отправляли приказы и получали письма здесь. Именно здесь стало известно, что Каде объявила войну на Мейн. Каде? Какая такая Каде? О, блин. Я цепь нашёл, может пригодится в башне, там полно сломанных механизмов. Тебе так не кажется? Ага, летучая мышка сидит... Две летучих мышки сидит в клетках. Одну секунду, я хочу посмотреть вот это. В бочках вообще что-нибудь встречается, нет? Ой, мужика развалил. Ну, тут пусто, тут прутьев даже нету. Тут спёрли и прутья, и всё, что там было. Ну, давайте глянем. Ой, голубя, мхана. Вот это ворона. Судя по цвету, это на ворон похоже. Да и форма клюва не такая. Нет, это ворона или ворона. Это не голуби. А это насест для голубей. Ой, бутылка. Буль-буль-буль. Упс. Разбил. Я не хотел. Книга какая-то. А она... Нет, не кладётся. Ну, они сюда, короче, садились, а потом оттуда стартовали в окно, точнее отсюда. А потом прилетали, садились сюда и брали там. И так далее. Кадия Немейн. Кадия объявила войну, королевство Немейн. А, это два королевства. Ну-ка, свитки. Не понял. В смысле? Брать нельзя, что ли? Ой, извините. Это был летописец. Писец теперь тебе, летописец. Ну, опять же, книги. План башни. Хочется же посмотреть. А, так. Тайная тюремная камера. Тюрьма. Библиотека. Королевский покой. Примастерская Гуннера. Сад и тронный зал. Как-то я бы сказал, не шибко-то большая башня. Для башни, может, и ничего. Но, вообще-то, странно, что тюрьма находится над королевскими покоями. Это, как бы, короли считают себя ниже заключенных. Ну, короче, чушь, по-моему. Так, это открывается? Нет, не открывается. Ой, перо. Можно записи какими-то поделать. Горит? Нет, не горит. Заключенный. Анна Холланд. А, ну, то же самое все написано. Другого ничего нет. Ну, герба у них занятный. О! Так это она душу высасывает, что ли, да? Или это она нежить создает? Вот что, непонятно-то. А, двусторонняя картинка. В плане, что с той стороны тоже самое ровно. Прикольно. А ее можно положить? Нельзя. Так, ну, у нас тут конкретная цель. Ой. Еще какие-то свитки, как будто их собираешь. Ваза. Разбил. Может, за книгами что, есть? Хе-хе. Прикольно. Через лупу можно смотреть. А тут что? А тут даже не по-английски надписи. Даже я вижу, что это не английский язык. Это латынь какая-нибудь. Еврит. Что это за язык? Магит. Какое-нибудь. Так. Нужно взять факел в одну руку. Потом вот так сделать. И немножко оторвать тут. Бам. Странно, что ее не прибило. О. О, еще карточка, да? Прикольно. Оп. Коллекция есть. Опа. Пусто. Пусто. Бзделся. Странно, что ее при падении не размазало об клетку с такой высоты. Но тут больше ничего нет. И ловить тут больше как будто нечего. Ладно, валим отсюда. Так, а что там по подсказкам? А, стоп, стоп, стоп. Он же говорил про цепь. Говорит, я нашел тут цепь. А, вот она. Так, давай, идешь сюда цепь. И, да. Да, две бомбы, цепь. Блин, прикольно. Но вот то, что сумка торчит, как-то не очень. Лучше бы она из кристалла вот этого вызывалась. Вот из вот этого вот на обруча. Было бы, наверное, поприятнее чуть-чуть. Хотя и так выглядят необычно. Красные руки. Это типа опасность, если красным выделено. Фу, ведь когда-то это были люди. Конечно, скелетная часть это улучшение, но они просто такие захватывающие. Гадость. Захватывающие, в каком смысле? Блин. Понятно, руки красные, мешают пройти. Ну, у нас есть бомбы, в принципе. Давайте одну бомбу возьмем. Подпалим. И туда бросим им. А теперь отойдем нафиг подальше. Да ладно. Какого ж хрена-то? А, она в обрыв улетела. Я нафиг отойду подальше. Отлично. Ага. Руки поломались. Главное, руки шевелятся, а скелета нет. Как-то у них руки в свою жизнь ужили. Первая бомба вот сюда упала. Туда даже попасть нельзя. Нафиг. Там что-то барельефы с нежитью. Бедолага. Годами в башню стаскивали всех, кто хоть что-нибудь смысливал магии. Для королевских исследований. А, это вон тот. А, так тут. Вот сейчас вам должно быть видно. Тут на поясе прям сверху нарисован меч и лук. То есть, тут еще лук будет. А вот на центре, может быть, что-то еще. Ну, короче, понятно. Это слоты. Я что-то не обратил внимания. Нет, давайте почитаем. Разыскивается за шпионаж в пользу Кадди Мак Дарио. Награда 10 тысяч монет. Блин. Жаль, чувак, что ты уже умер. Я бы за тебя награду получил. Рок призыва нежити и колокол сокрушения нежити. Ну да, это для нежити, типа, выключатель. Включить-выключить. Хорошо. Так, это идем. А, ну, цепь, да. Еще один кусок, видимо. Ё-моё, все в дрова разлетелось. Цепь себя, кстати, неплохо так ведет в плане физика. Оп. Да, две цепи теперь. Вот так. Чувак полезный. Кстати, тут же бочки. Это все потому, что я слишком болтлив? А, я тебя по харе задел. Ну, извини. В бочках, короче, я так понял, ни хрена нет. А-а-а. Нормально. У нее маска. Практически точная копия маски Жнеца из игры Overwatch. Вот я сейчас смотрю и вижу Жнеца, блин. Плагиат, да, он такой. Чуть-чуть переделали и все, типа, нашу. Упавший колокол мешает тебе открыть люк. Люк? Это люк такой? Массивный. Так, ну, давайте смо... А, ну я уже понял. Давайте смотреть, уже посмотрел. Ага. А, я правда, хозе, зачем это? Так, чуть-чуть микрофон свалился опять. Ну, давайте поднимем. А, ну я слышу огромную сталь летучих мышей снаружи. И защитная магия на окнах начинает исчезать. Скорее, мыши будут лететь, пока колокол не зазвонит. Ну, здоровье есть. Короче, да, бздынкнуло, и теперь летучие мыши все оглохли насмерть вообще. В радиусе. По кругу. Прикольный балерев такой. Ну, в смысле, не балерев, как она там называется, там, мозаика, короче. Витраж, во. Порой некоторые слова используешь редко, вылетают нафиг из головы. А, подсказка есть. Я понял, что нужно по порядку как-то вращать, вытаскивать там. Стержни перекрывают друг друга. Мне нужно вращать внешнюю часть замка, чтобы вытаскивать доступные стержни по очереди. Ага. Кстати, цепи, это был противовес. То есть, тут одна пластина верхняя, это один вес, второй вес, а снизу третий был не прицеплен. Поэтому колокол нельзя было поднять. Видимо, так это работает. Так, теперь нужно определить, какой из них можно вытащить первым. Похоже, что, что, вот этот, скорее всего. Странно, здесь хваталки не используются, кстати. Тут все на курке делается. Вот этот, скорее всего, можно вытащить первым, да? Ну-ка. О! Похоже, что королевский инженер потратил весь свой талант на замки и оковы. Хреново, что он потратил, конечно. Так, стоп. Да, это второе. Потом можно вытащить вот эту. Получается, она ничем не держится вообще. Так, только нужно найти что-то с правильным углом. Готово. А потом вытаскивается одна и вторая, да? То вот это теперь должно вытаскиваться. Ага, потом дальняя. Вот это. Так. И последнюю. Вот это. А, сама вытащилась. Вот и хорошо. Да, вот это вход. А это типа выход? Да, это типа выход. Блин.